Алина Зарубина Постоялось агросовещание по вопросам уборочной кампании 2024 года. Подробности об этом через несколько минут расскажу вам я, Зарина Беккалеева. 15 национальные и дельфийские игры впервые пройдут в областном центре. Подробности о том, как прошла торжественная церемония открытия игры, через несколько минут расскажу вам я, Кайр Беккалегенов. Таджикистан создаст базу электронного правительства на основе казахстанского аналога ЕГОВ. Соглашение подписали в рамках государственного визита Касым Жумар Татокаева в Таджикистан. Кроме того, между двумя странами заключено несколько важных соглашений. После того, как президенты представили друг другу членов официальных делегаций, начались переговоры в узком формате. Эмумали Рахмон поблагодарил лидера Казахстана за то, что он принял приглашение. Касым Жумар Тухаев подчеркнул важность регулярных встреч на высоком уровне, которые являются прочной основой многостороннего партнерства Казахстана и Таджикистана. Затем президентам были презентованы особенности и возможности системы электронного правительства. Таджикское правительство уже давно заинтересовало системы ЕГОВ. Полностью исследовали и сравнили с системами в других странах. По итогу убедились, что казахстанский опыт в этой сфере на передовой. Мы придадим импульс и поможем. Для этого нужно, чтобы наши IT-специалисты внедрили платформу ЕГОВ здесь. И она работала эффективно. Наши финтех-компании смогут выйти на рынок Таджикистана. Затем состоялись переговоры в расширенном составе с участием лидеров и членов официальных делегаций. Хасым Жумар Тухаев обратил внимание на особую значимость договора о союзничестве. Учитывая, что визит направлен на то, чтобы казахско-таджикские отношения вышли на новый уровень. Аталған тарихи құжат көңжи егімізді кенгейтіп, көп жақты байланыстарымызды оданлары нығайтыудың негізін қалайды. Одақтастық қатнастарды дамыту жолындағы бірлескен әрекетіміз тұтас орталық Азия өңірдің орнықты дамуы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпалайдет. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, құрметті Имамали Шарипевич, қазақ-таджик ұқпалдастығын кенгейтуге елі өлі лөз қосқаныңыз үшін сізге ризашылық білдіремін. Сіздің еліңізде жүргізіліп жатқан экономикалық реформаларды ерекше қыласпен бақылаймыз. Жетістіктеріңізге көә болып отырамыз. Достас әрі, одақтас ел ретінде бұған шын ниетіміз бен қуанамыз. В 2015-м году между Кадахстаном и Таджикистаном было заключено соглашение на уровне партнерства. Теперь дружба двух стран поднимается на новую ступень. Это позволяет беспрепятственно улгублять связи во всех сферах. Уже сей час связи с братской страной стремительно развиваются. Действительно, все договоренности, которые были достигнуты в ходе предыдущей встречи с вами, последовательно реализуются и находятся на контроле правительств двух стран. Я лично интересуюсь этим вопросом, отметил глава государства. Уткен айда премьер-министрлердің орынбасарлара денгейінде үкметаралық комиссияның кезекті отырысы өтті. Жейінгі қатсушылар екжақтық балдастық детіктерін екже и текже еле талқлады. Сонғы 5 шылда елдеріміз арасындағы тауар айналыма екесе өсті. Осылайша біз 1 миллиард доллар межесінен аса алдық. Бүгінгі келісімдер арқылы еке ора алыст перстың көлемін 2 миллиард долларға жеткіземіз деген жоспар бар. Мақсатымыз – өзіра сауда саттық көлемін 2 миллиард долларға жеткізу. Менің ойымша бұған елдеріміздің әліуеті жетет. В свою очередь президент Таджикистана Эмамали Рахмон подчеркнул, что подписание договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу. Убежден, что это отвечает коренным интересам наших народов. Сегодняшний ваш визит сопровождается серией параллельных мероприятий. Это Дни культуры Казахстана, Дни казахского кино, мероприятия с участием интеллигенции, ученых, женщин, молодежи и предпринимателей двух стран. Они стали демонстрацией крепкой дружбы, близости, взаимопонимания и расширения сотрудничества между нашими странами и народами. В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Положительные результаты союзничества двух стран наблюдаются в области сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота только в сфере сельского хозяйства составил 504 миллиона долларов. За шесть месяцев текущего года он достиг 246 миллионов долларов. Рост 12%. Экспорт вырос на 22%. Мы экспортируем зерновые, кормовые, масличные культуры, в том числе живой скот. За полгода мы отправили 1600 голов скота. Продолжим и дальше по квоте. Спрос на это все есть. Таджикистан обеспечивает себя мясом на 58%. Дальше будут закупать мясо у нас. Все достигнутые соглашения документально подтверждены. Для координации работы во внутренней политике всегда необходимо использовать новые подходы. Так отметил государственный советник Ерлан Карин на Республиканском совещании по внутренней политике и идеологии в Аккорде. В совещании приняли участие администрация президента, члены правительства и заместители акимов регионов. На нем были обсуждены вопросы укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, установления связи с политической партией и проведения молодежной политики. Ерлан Карин отметил, что реформы и изменения в обществе, инициированные президентом, создали в стране совершенно новый политический климат. Вместе с тем подчеркнул, что усиление диалога с гражданами является приоритетным направлением обеспечения внутриполитической стабильности. В завершение совещания дан ряд поручений ответственным органам по совершенствованию идеи справедливого Казахстана. В целях поддержки растеневодства фермерам предоставляются льготные средства. Если пилотный проект покажет положительные результаты, то он продолжится по всей стране. Об этом было сказано сегодня на заседании Совета директоров Национального управляющего холдинга «Байтирек» под председательством премьер-министра. Главе правительства была представлена информация о результатах деятельности холдинга, его дочерних структур и проводимой работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. В проектах, финансируемых за счет государственных институтов развития, доля внутригосударственной ценности должна быть высокая, отметил премьер-министр. В регионе состоялось ключевое агросовещание, на котором обсудили готовность и задачи по организованному и качественному проведению уборочной кампании и поддержке фермерских хозяйств. В мероприятии приняли участие представители Акимата, ведущие аграрий и эксперты отрасли. В работе агросовещания приняли участие порядка 400 участников. Среди них сельхозтоваропроизводители, научные сотрудники Акимы районов, руководители управлений, таможенники и другие. Докладчики выступили с актуальными темами. Они касались защиты растений, будущих погодных условий, готовности к уборочной кампании, рекомендации для аграрьев. Основные наши рекомендации для фермеров – это как и когда вовремя собрать урожай. То есть сейчас, текущий год довольно-таки сложный. В связи с этим фермерам даны подробные рекомендации, как нужно убирать урожай, в какие сроки, то есть какие виды уборки нужно при этом соблюдать – однофазную или двухфазную виду уборки. Стоит отметить, аграриям в этом году необходимо провести работу на площади порядка 5,3 миллиона гектаров. Кроме того, отмечена работа двух программ. Это «Киндала-2» – кредита для сельхозтоваропроизводителей под 5%, а также лизинга сельхозтехники. В этом году закуплена техника на 15 миллиардов тенге. Данные меры отразятся на качестве собранного урожая, отметил Акимобласти. Я принимал участие, докладывал на заседание правительства по этому вопросу премьер-министру, где были поддержаны наши инициативы. Дополнительно было выделено 20 тонн дизельного топлива для нашей области. Кроме того, есть протокольное поручение выделить до конца года все положенные субсидии нашей области. Подводя итоги совещания, глава региона отметил проблемные вопросы. Также дал поручение ответственным ведомствам по своевременной и качественной уборке урожая. Зарина Беккалиева, Павел Соловьев, Бекжан Тулебек, Кокщаях, Парад. В Акмолинской области планируется реализовать более 130 проектов по строительству и ремонту дорог местного значения. На это выделено 71 миллиард 500 миллионов тенге. В этом году планируется отремонтировать 500 километров дорог. В отношении строительства и ремонта автомобильных дорог областного значения будет реализовано 23 проекта. На ремонт более 100 километров дорожного полотна планируется потратить более 20 миллиардов тенге. Более чем в 70 населенных пунктах предусмотрено строительство и ремонт улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется качеству. На деятельность Национального центра качества региональных дорожных активов в целях добросовестного выполнения строительно-монтажных работ из областного и районного бюджета выделено 235 миллионов тенге. Во исполнении поручения главы государства об искоренении коррупционных проявлений в автодорожной отрасли, Агентство по противодействию коррупции, Министерство транспорта и исполнительные органы проводят на сегодняшний день внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства дорог. Изучаются процессы планирования и расходования всех выделяемых средств на дорожную отрасль. На сегодняшний день Акиматом области и Департаментом по противодействию коррупции подписан совместный приказ о проведении внешнего анализа. По итогам будут вынесены все проблемные вопросы и предложения по совершенствованию дорожной отрасли, а также будет проведен контроль за реализуемыми проектами. Данная работа на сегодняшний день проводится. Также в этом году учреждением Казавтажов проводится средний ремонт девяти направлений республиканского и областного значения. Необходимые работы будут завершены до конца года. План по содержанию 24-х годов комплекса «Левая программа» идет согласно утвержденному графику. Это ямочный ремонт, установка замены дорожных знаков, установка замены информационных, установка страдоскопов и так далее. На реализацию проекта капитального ремонта в текущем году выделено 4 миллиарда тенге. Это у нас продолжается работа по участку автодороги Екатерин-Калматы, Жаксы, Маховой по направлению Чистополя, 57 километров. В текущем году выделено 3 миллиарда, сейчас работы ведутся. До конца года подрядчик должен выполнить 19 километров. В регионе 78 мостов, один из них – Есильский. В настоящее время ведется его капитальный ремонт. В этом году на работы выделен 1 миллиард тенге. Эпидемиологическая ситуация по паразитарным и трансмиссивным заболеваниям в Акмолинской области стабильная. Показатель заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился в 1,2 раза и составил 41,7 на 100 тысяч населения. Эта и другая информация была озвучена на брифинге, организованном областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля. За первые полугодия текущего года в регионе зарегистрировано 320 случаев гельминтозов. Отмечается рост заболеваемости хинококкозом в 1,4 раза или на два случая в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Установлено снижение заболеваемости энтеробиозом, лямблиозом, апистархозом в 1,2 раза, аскоридозом в 1,6 раза. Из зарегистрированных гельминтозов львиную долю составляет энтеробиозы, доля которых составила на общее число 75,3%. И зарегистрировано 241 случаев. Из зарегистрированных 241 случаев заболевания 92% это приходится на долю детей до 14 лет. Отмечается превышение среднеобластного показателя заболеваемости в Бурабайском районе в 2,7 раза, в Ерминтауском районе в 2,1 раза, в районе Бржансал в 2 раза, в Жаркаинском 1,4 раза, в городе Кокштау 1,3 раза, в Шортандинском 1,2 раза и в Аршалынском районе в 1 раз. Стоит отметить, показатель заболеваемости энтеробиозом наиболее распространен среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения. 34% или 82% случая. Неорганизованных детей 31,5%. Что хотелось бы сказать, ослабление в целом контроля со стороны руководителей детских дошкольных учреждений в результате приводит к увеличению роста заболеваемости энтеробиозом среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения. В целях предупреждения случаев паразитарных заболеваний необходимо своевременной организации и проведение санитарно-профилактических мероприятий, отмечают специалисты. Областным департаментом Агентства по делам государственной службы проведен дистанционный мониторинг в системе Е-лицензирования, по итогам которого обеспечено соблюдение прав 363 услугополучателей. Так, ранее в земельное законодательство и в правила оказания государственной услуги выдачи решения на изменение целевого назначения земельного участка были внесены поправки. Они позволили исключить необходимость рассмотрения на земельной комиссии заявлений об оказании государственной услуги по земельным участкам, расположенным в пределах населенных пунктов. Однако, в ходе мониторинга установлено, что акиматами семи районов и двух городов нарушение порядка оказания государственной услуги, такие заявления продолжали рассматриваться на заседании земельной комиссии. Нарушили порядок оказания данной государственной услуги акиматы от Басарского, Шортандинского, Сандыктауского, Жаркаинского, Зерендинского, Целиноградского и Есильского районов и городов Кокшетау и Хошше. Ответственные должностные лица объяснили такую практику тем, что в информационной системе отсутствует функционал по направлению заявлений граждан напрямую в структурные подразделения в сфере архитектуры. В этой связи департамент в адрес местных исполнительных органов внес информационное письмо о восстановлении нарушенных прав заявителей, а также доработке функционала информационной системы совместно с Акционерным обществом национальной информационной технологии. В результате принятых мер заявления 363 услугополучателей были рассмотрены без проявления волокиты и участия земельной комиссии. 280 гражданам выданы положительные решения, из которых 16 субъектов предпринимательства. Каирбек Тулегенов, Бауржан Смогулов, Бекжан Тулебек. Кукщая Ахпарат. Введен временный запрет на вывоз территории страны лома и отходов черных металлов. Соответствующий приказ принят Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан. В соответствии с приказом введен временный запрет на вывоз территории РК лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава железнодорожным транспортом. Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности. На протяжении последних нескольких лет ведется последовательная работа, направленная на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренние и внешние рынки. Это является ключевым элементом для развития национальной промышленной политики. Приказ вступил в силу с сегодняшнего дня. С начала года с разрешения местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 13 835 иностранных граждан. В стране насчитывается 1806 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 428,3 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников. По видам экономической деятельности наибольшее количество работает в сфере строительства – более 5000 человек. Также высок спрос на иностранную рабочую силу в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в административных работах горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в обрабатывающей промышленности. Большинство трудовых мигрантов приехали из Китая, Узбекистана, Турции и Индии. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранных специалистов, чтобы защитить внутренний рынок труда. В текущем году квота составила 21,5 тысяч единиц. В обществе много женщин, которые достигают успеха наравне с мужчинами. Одна из них – Нургуль Омарова, которая открыла в Кукшетау предприятие по производству брусчатки с казахскими орнаментами. Спрос на строительный материал в национальном стиле оказался высоким. Нургуль Омарова открыла собственное производство четыре месяца назад. Причиной выбора этого направления стало отсутствие на торговом рынке качественной необычной брусчатки в этно-стиле. Посоветовавшись с членами семьи, они решают сами изготовить необходимый строительный материал. В целях обмена опытом она поехала в Шымкент, затем в Узбекистан. Приобрела необходимые материалы и инструменты для запуска предприятия. Для людей мы хотели производить не просто обычную брусчатку, а чтобы была изюминка. Потом мы рассмотрели вариант этно-стиля. Ведь в каждой семье для округлого стола шили курпешки с национальным орнаментом. Посоветовавшись с супругом и сыном, решила, будем делать брусчатку в национальном стиле с орнаментами. Индивидуальный предприниматель на сегодняшний день обеспечивает постоянной работой порядка десяти человек. Среди них Ярасыл Жуламан. Благодаря заработку на этой работе я оплачиваю свое обучение. Помогаю таким образом родителям. Пока идут каникулы, работаю полный рабочий день с 9 утра до 6 часов вечера. Работа не сильно сложная. Как начнется учеба, буду работать по субботам и воскресеньям. Для молодых людей есть работа. Главное – захотеть. Нургуль Омарова намерена в будущем расширить свое производство. В планах приобрести землю и построить крупные предприятия. Также открыть цех и закупить необходимую технику. После реализации задуманного строительные материалы с национальным орнаментом будут экспортироваться в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, а также крупные города Казахстана, отмечает предпринимательница. 15-е национальные «Дельфийские игры» впервые стартовали в областном центре. Масштабное культурное событие будет проходить до конца недели. Проходит оно в рамках проведения форума творческой молодежи Silkway Creative Games. Игры стартовали с торжественной церемонии открытия на центральной площади Кокшетау. С началом соревнований творческую молодежь поздравили от имени Акима Акмолинской области Марата Ахмеджанова. Также с приветственным словом выступили представители национального и международного дельфийского комитета. Дорогие участники, очень рада всех сегодня приветствовать. Всем желаю побед, творческого вдохновения и незабываемых ярких дней. После чего участники зажгли дельфийский огонь. Был спет гимн игр. Далее участники со всех областей представили зрителям творческие номера. Это и современные танцы, и исполнение на национальных инструментах. Все собравшиеся были в радостном предвкушении начала игр. Отметим, что весной участники прошли региональные отборочные туры. Я заняла первое место на региональном конкурсе дельфийских игр. И я на самом деле очень рада, что я сейчас нахожусь в прекрасном городе Кокшетау. Я буду принимать участие в Астрадо-Бокале. И я правда желаю всем победы и желаю себе удачи. Участие в играх примет и талантливая молодежь города Кокшетау. Образцовый хореографический коллектив «Полянка» выступит в номинации «Современный танец». Мы прошли отбор на 15-е дельфийские игры. Мы заняли два первых места в разных возрастных категориях. От нашего коллектива выступает более 44 человек. И мы надеемся на победу. Мы победим. Таким образом, в 15-х национальных дельфийских играх принимают участие более 650 молодых талантов в возрасте от 8 до 25 лет. Творческие состязания проходят по 25 номинациям. Это фортепиано, скрипка, академическое, пение, народный и современный танец, фотография, короткометражный фильм, дизайн одежды, художественное чтение, театральное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство и другое. По традиции проходят две пары номинации. Пение на жестовом языке и хореографическое искусство для юных талантов с особыми потребностями. Каирбек Тулегенов, Бауржас Магуов, Жамбыл Балтаев, Кокшиах Парад. В Кокшиах состоялась презентация книги писательницы Ларисы Аитовой под названием «Я хочу вам рассказать». Данное издание было приурочено к 200-летию города Кокшиах и памяти именитого земляка Ибрагима Салахова. Как проходило мероприятие, расскажет наш корреспондент Алина Зарубина. На счету писательницы Ларисы Аитовой уже четыре книги. Последняя «Я хочу вам рассказать» посвящена памяти Ибрагима Салахова. Как отметил сам автор, книга способствует дружбе представителей разных этносов, которые живут в Казахстане. У меня вышло четыре книги, это четвертая. Вот сегодняшняя книга я хочу вам рассказать. Эта идея была у меня давняя – собрать произведения малой формы, именно Салахова. Почти все они посвящены Кокши Тау. Каждое его произведение пронизано такой любовью к этой земле, к этим людям, где он жил, с кем общался. И где-то в одной из своих статей он говорит, умейте гордиться своей нацией, независимо от того, какой вы нации принадлежите, какие у вас корни. И вот в этом, я считаю, очень важная вот такая тема и для нас, и для наших детей, и для внуков. Книга состоит из трех частей. В первой части собраны воспоминания, стихи и рассказы Ибрагима Салахова. Вторая содержит статьи акмолинских журналистов. В третий раздел включена информация о деятельности Татаро-Башкирского центра. Новая работа Ларисы Аитовой уже успела порадовать читателей. Сегодня вышла новая книга в издание нашей уважаемой Аитовой Ларисы Ханафеевны. Вот я перечитала эту книгу, например, последний выпуск, новая книга. В ней собрались рассказы нашего любимого писателя Салахова Ибрагима Низамовича. Здесь рассказы, которые считаются более такие актуальны, более любимые повести, рассказы. Получается, что сборник его произведений. Сегодня тоже собрались мы, чтобы почтить память Ибрагима Низамовича. И в то же время ему посвящается эта книга. Мы очень благодарны автору этой книги. И, по-моему, эта книга будет очень даже актуальна. Мероприятие завершилось концертной программой. На сцене прозвучали стихи Ибрагима Салахова, которые посвящены живописной местности Кокшетау. На синих ветрах золотых стенях, синие горе кашета. Алина Зарубина, Медедка Иркенов, Кокшиак Парад. В Тонском районе произошел прорыв высокогорного озера Зындан, что привело к резкому повышению уровня реки Тон и возникновению угрозы наводнения. Спасатели районного отделения по чрезвычайным ситуациям выехали на место происшествия. В целях обеспечения безопасности населения было принято решение о срочной эвакуации жителей села Турасу и рыбного завода Ваилукмуту-Кунчигыш. Сотрудники гидропоста Турасу подтвердили факт прорыва озера Зындан, что привело к увеличению объема воды в реке. В настоящий момент спасатели ведут работы по изменению русла реки, чтобы предотвратить возможные разрушительные последствия. К 2035 году в мире существует угроза исчезновения медоносных пчел. Из-за глобального потепления медоносные пчелы уже гибнут на посеках Северной Америки, Европы и Южной Африки. В прошлом году в Бразилии было уничтожено более 100 миллионов насекомых. В целом в мире за прошедшие 7 лет количество пчел сократилось примерно на 15 миллионов. Пчелы ежегодно приносят мировой экономике 150 миллиардов долларов США. Учитывая, что 90% всей пищи поступает от растений, 75% из них опыляются пчелами. То есть без пчел не будет яблок, бананов, винограда, арбузов, персиков, авокадо и даже кофе. Без пчел не останется и молочных продуктов. Цепь логична. Последние 30 лет насчитывалось более 20 тысяч видов пчел, из них 4 тысячи вымерли. Если эта тенденция сохранится, к 2035 году человечество может навсегда потерять пчел, говорят ученые. Потому что экономика ряда стран зависит от этих пчел. Итак, простой банан. Страны-лидера по выращиванию банана в Латинской Америке ежегодно экспортируют в среднем 13 миллионов тонн, Азия – 2 миллиона тонн, Африка – 600 тысяч тонн. В Азии хлопок, масличные культуры и различные фрукты являются основными сельскохозяйственными продуктами. Если пчелы вымрут, неудивительно, человечество останется и без одежды. Сейчас 60% женской одежды, 75% мужской – из хлопка. Ведь хлопок – самый необходимый материал для ее производства. А пчелы влияют на рост хлопка и его созревание. Спрос на хлопчатобумажную продукцию, в свою очередь, растет с каждым годом. Специалисты обнаружили новый вид хищных динозавров терапод в горно-пустынном районе Кыргызстана. Исследователи из Палеонтологического музея в Мюнхене, Германия, сделали это важное открытие вместе с кыргызскими коллегами. Новый вид хищника был обнаружен в городе Ташкумыр на западе страны. По информации ученых, данный динозавр является первым найденным тераподовым динозавром на территории Кыргызстана. Его название связано с мифологической гигантской птицей Альп-Каракуш из эпоса Манас. Окаменелости ящера извлекли из отложения балбансайской свиты, сформировавшейся в Среднеюрский период около 165 миллионов лет назад. Как показал анализ костей, ящер достигал длину около 9 метров, а также отличался внушительными бровями, крупными костными выступами над глазницами на черепе. Сравнение с многочисленными другими тераподами показывает, что новый вид принадлежит к метриокантозавридам и тесно связан с крупными хищными динозаврами Восточной Азии. Палеонтологи предполагают происхождение метриокантозаврид и других важных групп терапод в Юго-Восточной Азии, откуда они распространились на другие континенты через Центральную Азию и Европу. В Алматинской области завершилось первенство страны по грэппингу среди молодежи и юниоров. В соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов со всех регионов. По итогам двухдневного чемпионата республики первое место завоевали Останчане. Спортсмены из Алматинской области заняли второе место, а из Мангистауской области – третье в общекомандном зачете. Цель – выявить сильнейших спортсменов и принять их в сборную команду страны. В сентябре в Астане пройдет чемпионат мира по грэппингу среди юношей 14-15 лет. В нем примут участие спортсмены из 40 стран. Казахстанский теннисист «190-я ракетка мира» 23-летний Тимофей Ската вышел в финал отборочных соревнований открытого чемпионата США. В полуфинале отборочных соревнований казахстанскому теннисисту пришлось сыграть со своим соотечественником 218-й ракеткой мира Бибетем Жукаевым. Тимофей Ската во втором раунде квалификации открытого чемпионата США обыграл своего соотечественника Бибета Жукаева со счетом 3-6, 7-6, 6-1. Для выхода в основную сетку US Open казахстанцу предстоит сыграть против британца Билли Харриса. Победив его, он получит путевку на открытый чемпионат США. Сегодня казахстанский боксер в супертяжелом весе Иван Дычко нокаутировал американца Крейга Льюиса. Бой проходил в План-Сити США. Бой был запланирован на 8 раундов. Казахстанец победил соперника техническим накаунтом во втором раунде. Отметим, что Дычко провел свой предыдущий бой в июне в аргентинском городе Буэнес-Айрест, нокаутировав местного боксера Ариэля Бракамонте во втором раунде и завоевав титул чемпиона в супертяжелом весе. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся с вами в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok